Привет! Меня зовут Илья Бойко и сегодня я вам расскажу о профессии оператора. Сегодня стать оператором гораздо проще, чем 20 лет назад. Вы не связаны со сложным технологическим пленочным процессом, вы не режете пленку ножницами и вам не нужен огромный склад для хранения пленки. У вас есть телефон, вы его берете, нажимаете на кнопку REC и получаете прекрасный кадр, который с того же самого устройства при помощи нажатия двух кнопок выкладываете в интернет и к нему получают доступ миллионы человек. Эти возможности перед нами открыли цифровые технологии и интернет, где мы с вами встретились. Илья Бойко, оператор-постановщик, окончил в ГИК. В творческом портфолио работа над полнометражными и короткометражными картинами, сериалами, рекламой и музыкальными клипами. Работал над фильмами «Легенда номер 17», «Дневной дозор», «Волкодав» из рода серых псов, оператор-постановщик «Картины испытания». У вас есть своя команда, которая поможет вам создать лучший фильм. Это ассистент по фокусу, видеоинженер, бригада осветителей, оператор экрана, дронов, машин и остальных устройств, которым вам могут понадобиться. И даже если возникнет необходимость установить камеру на быстро скачущую лошадь, такой человек будет у вас в команде. Конечно, вместе с конем. Очень важно уметь слышать, четко формулировать свои мысли и ставить задачи, чтобы все участники процесса обладали правильной информацией. Но это в большом коммерческом производстве. Что же делать, когда всех этих людей нет? Ничего страшного, возможно, все. Чтобы снять ваше кино, вам нужна идея, превращенная в сценарий. Чем лучше будет идея и сценарий, тем лучше будет результат. Давайте сразу решим. Оригинальная идея у вас есть. Хороший сценарий всегда сам говорит, как его нужно снять. Процесс работы над съемками фильма делится на три основных этапа. Подготовительный период. Препродакшн. Это время, когда вы готовите съемки, работаете с сценарием, делаете раскадровки, выбираете объекты, проводите пробы и тесты, создаете единое художественное решение. Пожалуй, это самый важный этап. Именно в этот период вы придумываете кино, которое потом реализуете. Для оператора это время, когда он в содружности с режиссером и художником решает, как будет снимать фильм. В этом периоде он определяется со всеми техническими средствами, которые он будет использовать в съемочном процессе. Камера, оптика, операторская техника. И после того, как вы определились и придумали, куда и как будут прыгать ваши актеры, как вы будете снимать этот кадр на коньках или велосипеде, вы переходите к съемочному периоду. Съемочный период. Продакшн. Забудьте о сне. Это самая правильная фраза, которую можно описать этот период. Вы снимаете днем, вы снимаете ночью, вы снимаете даже когда вы спите. Тут максимально проявляются все суперспособности вашей команды. Она должна работать как отряд супергероев, которые в едином порыве спасают планету, снимая кино. И это веселое время. Монтажно-тренировочный период. Постпродакшн. Это время монтажа, озвучания, создания компьютерной графики и цветокоррекции. Именно тут люди превращаются в орков, зеленый в красный, а пустой кадр в толпу бегущих динозавров. И только в конце этого периода появляется фильм. После этого вам нужно скрестить пальцы и ждать, когда сборы за фильм побьют рекорды. Ну или не ждать, а двигаться дальше и снимать другой фильм. Если после этого вы все еще готовы скрестить свои объективы и штативы в битовых за хороший кадр, перейдем к сути. Так что же такое операторская работа? Операторская работа — это язык кино, способ повествования, рассказ истории кадрами, собирающимися в сцены, и сцены, собранные в целый фильм. Разные истории требуют разного языка. Это своего рода кинематографический Вавилон. Одни говорят на диалектах с рубленными словами, похожими на стихи Маяковского. Другие говорят напевно, и их язык похож на описательный язык Паустовского, Тютчева и Пушкина. Давайте посмотрим несколько примеров, показывающих разнообразие и работу операторского языка. Спасение рядового Райана. Прекрасный пример — погружение в экшн-сцену за счет использования ручной камеры. Давайте посмотрим другой пример. Легкое поведение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Слушаю хорошо Вперед Здесь мы видим совершенно другую, более классическую камеру Четкие и точные композиции, которые притягивают к себе внимание зрителя И как бы затягивают человека внутрь экранного пространства Вы видите, насколько они разные? Изобразительный язык непосредственно связан с техническими решениями, которые выбирает оператор для решения той или иной задачи Из чего состоит этот язык? Композиция, экспозиция, движение камеры, частота кадров камеры, на которой ведется съемка, освещение, точка фокуса Всеми этими словами или элементами мы управляем вниманием зрителя и рассказываем историю Итак, композиция Сейчас можно найти много литературы, понятно излагающей принципы композиции в фотографии Основы композиции в кино те же Только кино это динамика и композиция двигается В отличие от фотографии, при создании композиции в кино учитывается все Направление взглядов героев, линии взаимодействия персонажей, направление движения актеров или объектов Последовательность кадров, соединяющихся друг с другом Или монтажная фраза Прекрасный пример из фильма «За предели» У него не было коня, потому что его коня убили в битве И он не был среди этих древних домов Он заблудился в бескрайней пустыне из рыжего песка Всего с горсткой воинов И вдобавок они остались без воды Очень важна работа со светом Это выбор или создание режима освещения, как на натуре, так и в интерьере или павильоне Наиболее точно передающие состояние сцены и героев в этой сцене Свет — это не схема постановки приборов относительно объекта съемки Не контровой, фоновой, моделирующий, заполняющий и рисующий Светом вы всегда работаете с объектом С лицом актера или актрисы в кадре В каждой конкретной сцене вы можете или помочь светом воспринимать ее правильно Или наоборот оттолкнуть зрителя При помощи света вы создаете настроение Помогаете добиться принятия жанра у зрителей Посмотрите, насколько разные по свету и цвету картины Золото дураков Кто-то ее увел? Я нашел ее В каком смысле? Сам посмотри О нет Так она вообще держалась на плаву О нет Другие Именно правильная работа с камерой и светом помогает зрителю воспринимать и отличать триллер и комедию Разные жанры, разный язык повествования камерой, разный свет Экспозиция Это количество света, попадающего на светочувствительные элементы, матрицу или пленку Правильное экспонирование – одна из основных задач оператора при съемке Управляя количеством света, вы получаете не только более темное или светлое техническое изображение, но и художественные решения сцены В нашей работе экспозиция неотрывно связана еще с одним термином – динамический диапазон Давайте поймем, что это Условно Если мы нарисуем градиентную шкалу от черного до белого, динамический диапазон – это количество ступеней от белого до черного с проработкой, которая способен захватить сенсор и записать на носитель Ступень – стоп и V Одно и то же – это измерение количества света, попадающего на светочувствительный элемент в два раза Для того, чтобы изменить количество света, попадающего на матрицу, мы используем несколько способов Диафрагма – aperture Почему она для нас так важна? При помощи диафрагмы мы можем воздействовать на глубину резкости и пластику изображения Чем более открытая диафрагма, тем меньше глубина резкости и более пластичное изображение И наоборот, чем диафрагма более закрытая, тем больше глубина резкости и меньше пластичность изображения Так как мы управляем вниманием зрителя при помощи фокуса, то правильная, осознанная работа с диафрагмой для нас очень важна Выдержка – shutter speed Какие возможности нам дают изменение этого параметра? Например, короткая выдержка дает более четкие фазы движения Может пригодиться при съемке спорта экшн-сцен Длинная выдержка дает смазке изображения, ощущение нечеткости Может, ваш герой был отправлен в нокаут и теперь так видит мир Движение камеры – не менее важный элемент работы оператора Для движения камеры используются различные устройства Самое простое из них – ручная камера Операторская тележка – долли Самое старое устройство для движения камеры Она движется как по рельсам, так и на колесах по определенным видам покрытия Сейчас на рынке огромное количество ее младших собратьев Слайдеров, скейтеров и так далее Стедикам – аналоговое стабилизирующее устройство для камеры И многие его младшие собратья – электронные стабилизаторы Это устройство, которое позволяет камере существовать вместе с героем Операторские экраны – секционные и телескопические Вертолеты, дроны, коптеры Вы – оператор Вы отвечаете за точность и красоту повествования Именно вашим языком зрителю расскажут историю при помощи монтажа И монтаж – очень важная составляющая вашей работы Только понимая принципы и его законы, вы будете свободно работать камерой Какое бы вы устройство и оптику для съемок не выбрали Важны не только само устройство, но и люди, которые с ним работают И, возможно, этот человек – вы Так что берите свой утюг или телефон, выходите на улицу и снимайте Ведь операторские технологии не стоят на месте Ну и вы не стойте Снимайте свое кино, творите, загружайте свои работы на сайт Проект Поколения Участвуйте в конкурсе и смотрите другие мастер-классы от RFG Lab На этом я с вами прощаюсь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok